Доброе утро! Ну и как вы предполагали международные аудиторские компании, сказали тарифы на газ для населения, научно или там сказать правильно посчитан. Это с самого начала, понятно, что я это скажу. Ну вы что смеетесь? Ну во-первых, они вообще не разбираются в этой вот, они аудиторы, они вообще в энергетике, ну как. Во-вторых, они не проверяли первичные документы. Ну то есть банальный вариант. Купили Мерседес для второй любовницы или четвертой любовницы, вторих глазам Монако. Ну да, мы понимаем, что это украина, но они умеют. Четвертый вариант. Они смотрели, какие там художества повторяются по оказанию услуг почты. Ну они что, они взяли как тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю? Ну как, в России спорят данные, которые предоставили монополисты, ну конечно, попадают. Ну в самом деле, что же монополисты нарисуют себе стоимость? Нарисуют. По этой причине вот эти все международные аудиты, это глупость. Вообще, честно говоря, конечно, я думаю, ребята перестараются. Я понимаю, что есть МВФ, есть глупые советы МВФ, есть правительство, есть бессмысленные советы советников, есть абсурд, есть бред. Вот это наши сейчас тарифы ЖКХ. Почему бред? Я еще раз говорю, что пока мы уничтожим монополистов, не уберем, повышать тарифы бессмысленно. Сейчас чем-то все закончится. Нет еще, правда, данных за май сколько заплатили за электроэнергию, ну вообще платежи. Субсидии, как вы сами знаете, за май полностью провалились, полностью провалились, абсолютно не работают они. Опять хотят менять, но это дело такое. И я так понимаю, что осенью будет истерика номер один или номер два, не знаю какая. С одной стороны, люди не платят, все предприятия ругаются, где деньги. То есть, получается так, все ругаются, все скандалят, верные отключения, аза нет, угля нет, там купили, там какой-то формуле левый долг, какие-то операции. Вот в чем опасность. Если же вы делаете реформы, ну надо думать своей головой, и меньше слушать МВФ. Ну, они же вам умного не посоветуют. Вы же сами же понимаете.